Привет! Привет! Мы общаемся с Владимиром Кориченко, выдавцем нашего формата, который очень много розумных книжек выдав украинской мовы. Ну а вообще сейчас разговора где-то не про это, оскільки пан Владимир сказал. Ну, извините, я стоял в витоке в ПЛР-диагностике в СМД в 2020 году. Это был мой официальный бизнес. У нас форматы и я, я не про это. Рассказывай, где ты стоял, да. Так вот, я 25 лет назад стоял в витоке в ПЛР-диагностике в СМД, так, когда все начиналось, первые анализы, хромедеоз, гепатит и так далее. Я знаю все, что происходит, и происходит в этой сфере в Украине колишнего Радянского Союза. империи. Да. Ну вот сьогодні, сьогодні меня сколихнула оця новина про то, что 50 тысяч украинских вироблених в Украине тестов. 200 тысяч, 200, 200. Ну, первая партия из 200 тысяч, 50 тысяч, кудись там уже пішла. Короче, всем стоять бояться. А кто виробный? Я не могу это объяснить. Я никак не могу это объяснить. Я думаю, что телевизор преимуществует холодильник и здоровый глупник. Как сказал товарищ Геббельс, чем больше невероятно маячня, тем больше вона хавильна для пепла, для широких масс. чем лучше мы брешем, чем больше невероятно будет брехня, тем лучше будет акцептирована. Ну, а что это за предметы такие могут быть? И не могут быть они небезопасными? Или будут они брехать эти так называемые тести Украинские? Я не знаю. Я просто не знаю жодного виробника, который может за неделю сделать 200 тысяч тестов. Я просто не знаю. Ни МБИГ, ни Диаген, никто из них не может это делать. Я думаю, это фантазия или дезинформация. А кто у нас? Ты называл несколько назв виробников. Кто из них что может на сегодня делать? Сколько их у нас? Какие возможности потужности? У нас есть Диаген, который делает домашние тести. Я думаю, что он может сделать где-то тысяч 10 конечных тестов на месяц. Что такое домашние тести? Я имею в виду конечных тестов. Грубо говоря, где-то тысяч тестов на месяц Диаген может сделать. И МБИГ из бакулярной биологии, который может сделать, не знаю, что он может сделать, в ходе того, что они не имеют никакого доступа, не имеют возможности. Я думаю, что это фейк. Просто полный фейк. Но деньги тоже не фейковые за это идут. Какие деньги? 300 тысяч гривен это смешные деньги. Суббогарти тестов где-то 50 долларов на 100 проб. 300 тысяч это 100 тысяч долларов на 200 тест-набор, без учитывания того, что у них нет никакого обладания, никаких примещений, автоматов для разлива, персонала. Ну, для примера, россияне за последние 10 лет инвестировали около 500 миллионов долларов в эту инфраструктуру для производства тестов. И когда говорят про 300 тысяч гривен и возможность производить сотни тысяч конечных тестов, то это выглядит просто фантастично. рожейш, ты еще рассказывал ранее в своем фейсбуке с приводу якости китайских тестов. Тобто из Китая нам импортуют, поставляют какие-то тести, мы импортуем экспресс-тесты не ПЛР, не на рынке вирусу, а на иммунную ответственность организму. Это другая история. Это экспресс-тесты на те, что перехорили, и на сегодня только двое, сколько я знаю, производители китайские сертификованные дозволили импортировать тесты, потому что до этого китайская индустрия не справилась с внутренним опытом. То есть китайская компартия только неделю назад позволила экспрессировать нормальные и качественные тести двое производителей до этого импортировали в Украину в ХЗ. А что означает, что сейчас есть основы верить тестам на антитела? Или будет невысокая качество? Я не знаю. У нас двое производителей это МВА, раз МебиАльянс сделали тести, ДИАПРОФ тести на подходе тести от компании Витротест Игорь Николаенко. Тобто иммуноферментные тести сейчас есть и они я думаю более-менее достоверно выявляют тех, кто уже перехворил. Потому что иммуноферментные тести дают ответ на то, чьи есть антитела в организме. И очень интересная информация нас сегодня в Америке они прогнали через тести иммуноферментные майже миллион людей. И выявилось, что 80% людей перехворили на коронавирус и при этом не имели каких-то симптомов. Пелерные тести дают ответ, чей вирус в организме. И это немного Это ты маешь на увазе калифорнийские дослежения, где была большая выборка. Я сьогодни говорил с коллегами из Америки, и там в Волмартах на входе сделали тести иммуноферментные и выявилось, что 14% людей, которые прошли через кассы, они уже перехорели. А Пелерные тесты давали только 1%. В плане того, кто прошел тестирование. Реально большинство населения проходит через пандемию, но не все так погано, не все так смертельно. Да, это оптимистическая информация, но мне кажется, что пока наши и европейские не реагируют. нет, в принципе есть разные модели, Швеция реагирует по-своему, есть социальный карантин, при этом экономика не остановится, поэтому я считаю, что вся эта истерия увеличена, что если посмотреть на факты, что коронавирус умирает гораздо меньше, чем инфарктов, инсультов. Если все остановится, и быстро не будет выезжать на аппендицит, то люди загибают гораздо больше, чем от коронавируса. Это правда, сейчас доступность медицины очень сложная, близкие мои люди сейчас пытаются к лекарям доступиться, а они все поховали в домах, и сказали, у нас карантин, мы на работу не выходим. Так, 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 они ховаются с коронавирусом, и я считаю, что это хайп. На самом деле, действительно, что после 75 лет от коронавируса больше, чем инсультов, инфарктов, и канцеров, но если мы подумаем о сложный эффект, то через то, что не будет доходить до хворых на аппендицит, смерти будет гораздо больше. Понятно. Спасибо. Спасибо.